Это итоги недели в студии Максим Кембель. Здравствуйте! От заголовки этих уходящих 7 дней. Продленная карта, передвижной музей и нерыбный месяц. В стране действует запрет на ловлю Сома. Сколько заплатят браконьеры? Надежный партнер. Бобруйск посетила делегация Ленинградской области. Мы сегодня по-новому узнаем белорусскую технику, особенно техника, которая работает в лесу. Какие подписаны договоренности? Детектив через объектив. В Беларуси увеличилось количество раскрытых дел с помощью систем видеонаблюдения. При совершении краш максимально быстро обнаруживать похищенное. Как поймать преступника за 20 минут? Капсульный гардероб. На Славянке разрабатывают новую коллекцию школьной формы. Все изделия сочетаются друг с другом. Где создаются тренды? От вторичного сырья до бамбуковой посуды. В мире отмечают День окружающей среды. Один человек производит 400 килограммов мусора в год. Почему бабушкина сумка снова в моде? Рекордная инфляция, губительный ливень и громкое дело. Американский актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены. В чем не согласна общественность? Время сплотиться. Беларусь посетили представители Ленинградской области в огонь с губернатором Александром Дрозденко. Торговый оборот с российским регионом только растет. Достигнут рубеж 700 миллионов долларов. Далегация встретилась с президентом, провела переговоры в правительстве, приняла участие в заседании комиссии по развитию дусуроннего сотрудничества и посетила ряд предприятий. Среди них в обрус Агромаш и зовут тракторных деталей и агрегатов. О том, как это было, далее. Минск. Дворец независимости. Президент встречается с губернатором Ленинградской области. Александр Дрозденко на посту уже 10 лет. В Беларуси далеко не первый раз, но этот визит особенный. Уход с общего рынка некоторых западных компаний открывает новые возможности, уверен глава государства. Да и сфер, которые интересны сторонам, десятки. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которое вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического рост региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях. Есть хороший пример, когда область поддержала Беларусь и выбрала наших производителей в качестве подрядчиков на выполнение работ по строительству модульных станций водоочистки и водоподготовки. Мы очень заинтересованы в этих проектах. Если вас наша работа устраивает, мы с большим удовольствием продолжим ее на земле Ленинградской области. Торговый оборот с российским регионом только растет. Рубеж 700 миллионов долларов, а эта задача, поставленная Александром Лукашенко, преодолен. Более того, Беларусь по итогам прошлого года стала партнером номер один для Ленобласти. Дальше больше. Александр Дрозденко анонсирует насыщенную программу визита. А это уже Бобруйск-Агромаш. Посечение предприятий как раз один из пунктов программы. Бобруйский холдинг – крупнейший на всем постсоветском пространстве по производству сельхозтехники. Экспорт больше 76%. Основной рынок сбыта – Россия. Такие встречи, такие мероприятия носят взаимоинтересный характер. Дело связано с тем, что все это заканчивается подписанием долгосрочных контрактов. И нам действительно это сотрудничество очень интересно и выгодно. Так же, как и Российской Федерации. В географии поставок Ленинградская область занимает одно из ведущих мест. Основные сферы сотрудничества – кормозаготовка, животноводство и птицеводство. Всего в производственной линейке более 80 наименований – от сейлок до пресс-подборщиков. С модельным рядом знакомится и Александр Дрозденко. На выставочной площадке не только зарекомендовавшие себя машины, но и новинки. Новинка от Бобрусь-Агромаша – машина для несения жидких органических удобрений. Грузоподъемность – 22,5 тонны. Также она может выполнять функции заправщика и перегрузчика. Первый аппарат сошел с конвейера в мае 2022-го. Завод «Тракторинг деталей и агрегатов» – второй пункт в программе визита. За 2021-й экспорт вырос на четверть – как в Россию, так и Евросоюз. Начало нынешнего года впечатляет еще больше. Производство увеличилось на 140%. Сейчас на ТДА реализуется новый инвестпроект. На общую сумму – 22 миллиона рублей. Мы сегодня по-новому узнаем белорусскую технику. Особенно техника, которая работает в лесу. Дорожная техника. Она очень хорошая. Наверное, самая короткая фраза, которая ее характеризует – это сочетание цены и качества. Сегодня наша задача – найти соприкосновения друг к другу и сделать правильные встречные поставки. Разговор партнеров выходит далеко за рамки аграрной сферы. Здесь обсуждают строительство, легкую промышленность и рыбное хозяйство. Те точки соприкосновения, в которых есть все шансы развития взаимовыгодного сотрудничества. В этом году товарооборот вырос практически на 30%. И мы наметили сегодня конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию. Первое, что будет – это приезд делегаций Ленинградской области с целью изучения нашего рыбного хозяйства, где мы много говорили о совместном производстве малька и выращивании икры. Внушительный список предложений и проектов. С таким портфелем представители Ленинградской области покидают Бобруйск. Дальше остается договоренности перенести на бумагу, что и даст старт еще большей совместной работе. Максим Кимбель, Максим Галенка. Итоги недели. Единая база, подоходный налог и обновленный тариф. Июнь принес в жизнь беларуса список изменений, о чем стоит помнить. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси введены новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Кроме того, отменено разделение на так называемый летний и зимний тариф. Для тех, у кого дома стоят газовые котлы. Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты начала и окончания отопительного периода. Минздрав запустит единую базу вакцинированных от коронавируса. В ней будут содержаться паспортные данные, гражданство и номер телефона. А также вся информация о прививках, от даты до названия препарата. К ней подключат все поликлиники. После синхронизируют сведения с приложением «Путешествуй без COVID-19». Беларусьбанк продлил срок действия некоторых платежных карт. Это касается тех кредиток, которые перестали бы работать в период с 31 мая до конца декабря. Теперь ими можно дополнительно пользоваться еще два года. В стране установлен запрет на ловлю сома. В большинстве регионов ограничения будут действовать до 1 июля. Если рыба все-таки попалась на крючок, ее нужно отпустить. Штраф до 1600 рублей. Возможно, также конфискация спиннингов. В случае, если ущерб превысит 3200 рублей, встанет вопрос о возбуждении уголовного дела. Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в нашу страну 10 июня. Он будет крусировать по Белжи-Де до 4 июля. В этом году маршрут существенно расширен. Состав сделает остановки в 17 городах. Среди них Могилев, Осиповичи и Бобруйск. Посетителей ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной, которое создано с использованием современных технологий. Пышные банты и белые колготки. По всей стране прозвенел последний звонок. В Бобруйске «Прощай! Школа» сказали больше 11-ти классников. Торжественные линейки по традиции прошли на территории учреждения образования. Прозвучали поздравления от учителей, родителей и малышей. Вальс выпускников – красочный элемент праздника, который прострогал каждого. Незабываемые эмоции. Очень много всего приятного сегодня произошло. И подарки от родителей, и от младших классов. Все классно. Это очень волнительный день, потому что это мой первый выпуск в моей жизни. Я с ними с 5-го класса и до 11-го. Поэтому для меня это как мои родные дети. Мы с ними очень много пережили, много прошли. Они самые лучшие. Сейчас у выпускников идут школьные экзамены. Вопросы в этом году остались неизменными. Следующим 9-ти классникам придется сдавать историю в Беларуси. А у 11-ти классников исключат этот предмет и иностранные. Добавятся тесты по русскому или белорусскому и математике. А уже 10-го числа по всей стране пройдут выпускные вечера для 150-ти тысяч учащихся. От классики до casual. Пока одни сдают экзамены, а другие отдыхают в загородных лагерях, славянка готовится к очередному учебному году. В Абрусской кутерее разрабатывают порядка 50-ти новых моделей. Дизайнеры учитывают последние модные тенденции. Школьники будут носить бомберы, брюки-палаццо, кюлоты и блузы с рюшами. Всего планируют ошить более 40 тысяч единиц формы. В экспериментальный цех заглянула Ольга Васенда. Славянка приступила к разработке новой школьной формы. Акцент моделиеры делают на капсульный гардероб. Это сокращает время на подбор образа. Плюс такие луки менее затратные. Сейчас над изделиями швей трудятся в экспериментальном цеху. К сезону здесь выпустят больше 40 тысяч единиц. Отшивают в основном дошкольную форму 33 человека. 80% девочек – это уже со стажем работы 25 лет, а то и больше. Поэтому все работают профессионально, с большим опытом. Отшивают, конечно, все свои элементы качественно. В коллекцию «Осень-зима-2022-2023» войдет около 50 новых моделей. Бомберы, брюки-палаццо, кюлоты, юбки в клетку и блузы с рюшами. Производитель уверен, хитом продаж станет джемпер с рубашечным воротником. Особенность – практичность и удобная посадка. Форма выдерживает даже шпагат. Трендовые элементы от глобуса до ученой совы наносят при высокой температуре. Благодаря этой технике принт переживет не только детские игры, но и любую стирку. Сам процесс занимает не больше 30 секунд. Сырье «Славянка» использует отечественное, упорно внутренний рынок. Между тем, 70% изделий планируется отправить на экспорт. Белорусскую форму оценят российские учащиеся. Приобрести новую коллекцию вскоре можно будет в фирменном магазине, а также на школьных базарах, которые откроются в конце июля. Цены демократичные. Главное в нашей коллекции, что все изделия сочетаются друг с другом по модельному ряду, по выбору тканей. И вообще, это общий стиль. Покупая несколько изделий, можно постоянно выглядеть по-разному. Предприятия концерна «Белолехпром» в этом году уже презентовали более 330 моделей школьной формы. Больше половины – новинки. Коллекцию «Славянки» отличают сдержанность и элегантность. Преобладают здесь классика и кайжуа. Основная идея и идеология, которую мы закладываем в нашу одежду, максимум отечественного, максимум натурального, абсолютное соответствие законодательству с санитарно-гидианическим требованием. Минобразование тем временем рассматривает вопрос о введении обязательно единой школьной формы. Не исключено, что она появится уже в 2023-м. Сейчас требование одно – официально деловой стиль. Для мальчиков это пиджак, жилет, брюки, рубашка, плюс галстук или бабочка. Для девочек – жакет, юбка, блуза и сарафан. Смартфоном тоже не будет места на уроках. Для них оборудуют специальные боксы. Мобильные разрешат использовать только в учебных целях, например, при считывании QR-кодов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. До последней копейки. Белорусы отдали мошенникам свыше миллиона долларов. С середины марта как минимум три потерпевших каждый день. Больше всего на уловки попадаются люди пожилого возраста. Злоумышленники представляются родственникам, имитируют плач и растерянность. Другой вариант – звонят от имени правоохранителей и сообщают, что кто-то из близких попал в аварию. Помочь в опросе предлагают за деньги. В Павруйске жертвами стали уже пять человек. У них выманили от двух до восьми тысяч долларов. Чаще всего набирают из-за рубежа. Установить преступников проблематично, хотя правоохранители и взаимодействуют с иностранными коллегами. А курьеры – уже белорусы, которые находят такую подработку в телеграм-каналах. Последним грозит до семи лет лишения свободы. Счет уголовных дел сейчас идет на сотни. Не спрячешься, не скроешься. В Беларуси увеличилось количество раскрытых преступлений с помощью видеокамер. Наблюдение имеет и серьезный профилактический эффект. Совершить проступок перед объективом решается далеко не каждый. Будет украден велосипед из подъезда или выкопаны из клумбы розы. Цену безопасности знает Мария Бересневич. Переломный момент для жителей дома Нарокоссовского случился пару лет назад. Тогда за одну ночь вандалы повредили сразу 16 машин в нескольких дворах района. Почерк преступлений везде одинаковый. Вырванные зеркала заднего вида. Уже утром детали обнаружили на козырьках подъездов. Хулиганов нашли. Но на это ушло немало времени и, главное, нервов. Автомобилисты все как один сошлись во мнении. С камерами их сон станет гораздо спокойнее. Теперь под видеонаблюдением весь периметр. Вызвали участкового. Было все зафиксировано. И за день неоднократно вызовы были. Поэтому и сложилось такое вот предложение о том, что надо устанавливать. В новых микрорайонах даже в подъездах есть. И в лифтах. Поцарапанные машины, украденный велосипед, выбитые стекла, квартирная кража или выкопанные розы. Ежегодно камеры позволяют раскрыть свыше двух тысяч дел. К тому же, видео и аудиозаписи нередко используются при разрешении конфликтных ситуаций. Наблюдение имеет и серьезный профилактический эффект. Совершить преступление перед объективом – практически вынести себе приговор. Лица отчетливо видны на стоп-кадре. Анализ видеонаблюдения дает возможность оперативно устанавливать подозреваемых, а при совершении краж максимально быстро обнаруживать похищенное. В связи с этим, хотел бы посоветовать всем жителям города Бобруйска минимизировать риски совершения различного вида правонарушений, установив камеры видеонаблюдения. А здесь на помощь приходит Белтелеком. Только в прошлом году компания установила свыше 33 тысяч устройств по всей стране. В этом уже в два раза больше. Видеоконтроль обеспечивает безопасность как в частном секторе, так и в многоэтажках. Что касается последних, доступ к изображениям в режиме онлайн и к записям, которые хранятся на сервере 30 дней, находятся у ЖКХ. Жильцы могут бесплатно получить логин и пароль для просмотра видео по заявке. Сейчас у нас проходит акция на подключение видеоконтроля в частный сектор. Это бесплатно. И стоимость данной услуги в течение трех месяцев тоже вы не платите ничего, а потом 65 копеек в сутки. Многоквартирный сектор стоимость от одного рубля в месяц. Наблюдения в многоэтажках могут включить и в коммуналку. Такое заявление на днях сделал первый замминистра связи и информатизации. Так, в несколько кликов можно будет проверить, кто заходил в дом, присмотреть за машинами на стоянке или играющими детьми. Доступ к камерам у подъезда планируют предоставить всем жильцам. При подключении системы видеоаналитики можно даже проследить, своевременно ли произведена уборка, сделан ремонт или почищен снег. Лет пять назад женщину обидел, что его догнали, как человеку грубо говоря наказали. Наоборот, это будет хорошо сказываться. Главное, чтобы люди не жали деньги на эти камеры, потому что мы покупали тоже за свой счет. Слаживались всем, ну, пять подъездов и покупали. На каждый подъезд по камере. Когда молодежь сидит, выпивает, курит, вот это все, они же за собой не убирают правильно, они пришли, посидели, все, покидали и ушли. Как бы надо так, чтобы был контроль. В подъезде, да, у нас есть, мы можем спокойно велосипеды оставить, самокаты, то есть мы не переживаем. Под наблюдением находящиеся, как бы люди более будут ответственно относиться. Когда заходить, будут думать о том, что делают. Когда машину повредили ночью, на камере было найдено машину, которая повредила. Сейчас все понимают, вот они стоят, сразу все тихо стало, мирно и никаких вопросов. Камера, все это очень даже удобно, выгодно и нужно. Видеонаблюдение в общественных местах – это мировой опыт. В топ-3 стран, которые лидируют по количеству установленных камер, входят Китай, США и Россия. В 21 веке устройства стали привычным делом в торговых центрах, школах, ресторанах, больницах, на станциях, метро, главных улицах и выездах из города. А уровень преступности снизился как минимум наполовину. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Тренд 21 века. Во всем мире 5 июня отмечают День охраны окружающей среды. Забота о планете – задача не только экологов, а каждого жителя. Беларусь не отстает от современной тенденции. Во всех дворах установлены сортировочные контейнеры. Рестораны, магазины отказываются от пластиковой посуды. Предприятия используют вторичное сырье. Карина Гуревич о том, как сберечь свой дом. Игорь Солонович лучше других понимает ценность ресурсов планеты и почему их нужно оберегать. В инспекции по охране природы мужчина работает вот уже 9 лет. Вместе с коллегами стоит на защите флоры нашего города. Эколог признается – в сферу попал случайно, но остался по велению сердца. Мы – та сдерживающая сила, которая на сегодняшний день пытается удержать в рамках законодательства. И я считаю, что успешно удерживает растущий уровень потребления ресурсов. В связи с тем, что многими экологические интересы ставятся превыше экономических, очень большими темпами растет процесс потребления природных ресурсов. А возобновление или восстановление этих природных ресурсов – на это тратятся тоже очень большие деньги, энергия, время и трудозатраты. Во всем мире 5 июня отмечают День защиты окружающей среды. Пробудить в каждом человеке желание оберегать свою планету – такую задачу ставят перед собой экологи. И Беларусь, конечно, не стоит в стороне. Инспекцию по охране природы по праву можно назвать экологической милицией. Несанкционированные свалки, выбросы вредных веществ предприятиями и костры в неположенных местах – это лишь малая часть ответственности специалистов. Государственный контроль Республики Беларусь направлен на то, чтобы как можно лучше и как можно больше сохранить природных комплексов в том виде, в котором они на сегодняшний день существуют. Мы являемся той преградой, теми представителя закона, которые останавливают порой непомерный аппетит какой-то экономической модели. Все должно быть в равновесии. То есть если это равновесие нарушать, и мы все сделаем выбор в пользу экономики, в пользу зарабатывания денег, потребления ресурсов, то нашим детям ничего не останется. Почти 40% территории нашей страны покрыты лесами. Это 10 миллионов гектаров – гордость и ценность республики. Поэтому особое внимание массиву. На благо трудятся не только специализированные службы. Проводят экологические акции, привлекают и молодежь. Студенческим отрядам доверяют высадку деревьев. Бобруски – это дуб, береза и ель. В будущем ребята смогут связать свою жизнь с зелеными просторами. Республика Беларусь работает по принципу восстановления всех вырубок. И нельзя делать так, чтобы вырубленный лес остался без лесовозобновления. Лесовозобновление может быть естественным и искусственным. Для создания естественного лесовозобновления оставляются семенники на площади. Но этого недостаточно, поэтому создаются лесные культуры. То есть делается подготовка почвы, распахивают и по технологии высаживают деревья. Хороший способ сохранить ресурс планеты – дать вторую жизнь старым вещам. Здесь за дело берется спецавтопредприятие. По всему городу установлено больше пяти с половиной тысяч контейнеров для сортировки мусора – пластика, стекла и бумаги. В ближайшее время еще 238 емкостей передадут жителям частного сектора совершенно бесплатно. Стоит помнить, не все отходы подлежат переработке, к примеру, лотки от яиц, панели ПВХ и тетропак. Отходы, которые собираются в контейнера для раздельного сбора, доставляются на территорию предприятия на линию до сортировки, которые потом делятся по видам и направляются на заводы-переработчики. Отходы бумаги мы направляем в основном на фабрику «Спартак» шклов. Отходы пластмассы – репласт город Могилев, отходы стекла – филиал «Белресурсы» Бобруйский. И также мы отвозим белое стекло прозрачное в Елизово. К эко-движению присоединяются и магазины, отказываются от пластиковых пакетов и упаковок. Рестораны и кофейни тоже в деле. Во многих заведениях готовы сделать скидку, если заказать напиток в свой стакан. В качестве одноразовой посуды предлагают бамбуковые биоразлагаемые приборы, плюс озеленяет помещение внутри и территорию снаружи. Если клиент попросит еду на вынос, мы, соответственно, упакуем ее в крафтовую упаковку и подадим человеку. Также при желании человек, если закажет кофе, либо какой-то другой напиток, мы подаем в бумажных стаканчиках, предлагаем бамбуковую палочку. Беларусь идет по пути развития. Забота об окружающей среде – один из важных шагов. Каждый год принимаются решения для поддержки природных ресурсов. Сейчас в стране хотят ввести экологический налог на захоронение отходов потребления. Планируемый объем получаемых средств составит около 60 миллионов рублей ежегодно. И это только начало. Экокап вместо стаканчика, шоппер вместо пакета, бамбуковая зубная щетка вместо пластиковой. Кажется, все это такие мелочи в масштабах целой планеты. Но на деле всего один человек производит 400 килограммов мусора в год. Хотя бы немного сократить этот ущерб – наша прямая обязанность. Экологическое существование – принцип жизни в развитых странах. К примеру, в Германии перерабатывают практически все – от мебели до автомобильных запчастей. Во Франции не утилизируют излишки продуктов в магазинах, а передают благотворительным фондам и волонтерским организациям. В США за нарушение положений в законе о качестве воздуха и воды штраф может достигнуть 25 тысяч долларов и даже уголовной ответственности. Стать частью глобального тренда очень просто. Стоит только начать. Карина Гуревич и Максим Галенка. Итоги недели. Очередная стрельба, долгожданный вердикт и отмененный локдаун. Шанхай возвращается к полноценной жизни после ковида. Кому еще рано радоваться? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей. Особенно повысила стоимость на энергоносители. Продукты питания также подорожали. Причина – ситуация в Украине, так как Москва и Киев – ведущие экспортеры продовольствия в мире. Между тем, цены в Германии с крупнейшей европейской экономикой впервые превысили данные начала 1970-х из-за нефтяного кризиса. Еще одна страшная трагедия произошла в США. На этот раз в Таласе, штат Оклахома. Четыре человека были убиты на территории больницы. Еще несколько получили ранения. По данным полиции, стрельбу из винтовки и пистолета открыл афроамериканец 35-40 лет. Затем он покончил с собой. Инцидент произошел через 8 дней после случая в школе Техаса, где жертвами стали 19 детей и двое учителей. Более 80 человек погибли в результате наводнения на севере Бразилии. Еще по меньшей мере 50 пропали без вести. За одну ночь выпало около 70% месячной нормы осадков. Сильные ливни переполнили реки, которые вышли из берегов и вызвали оползни и обвалы. Поток грязи смывал все на своем пути. Около 4000 местных жителей остались без крова. Для них организованы временные убежища в школах. Жители Шанхая собрались на центральную набережную, чтобы отметить отмену двухмесячного локдауна. Здесь зарегистрировано 29 новых случаев заражения в сутки по сравнению с 20 тысячами в апреле. Тем не менее, один район с полумиллионным населением остается на карантине до тех пор, пока там не будет ни одного заболевшего. Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены. Американскому актеру присудили более 14 миллионов евро компенсации. Громкое разбирательство о домашнем насилии обсуждают во всем мире вот уже 6 недель. Мнение общественности разделилось. В то время как одни считают вердикт торжеством справедливости, другие называют его проявлением жена ненавистничества. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кимбель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова